Добрый вечер, дорогие друзья! У меня есть ее особый почитатель, который с 4 лет просто влюбился в эту книгу, называется «Джентльмены и собаки». Здесь потрясающее знакомство с русским языком. Когда ему делали легкую операцию, но две ночи мы с ним жили в больнице, рядом были, я спросила, какую же книгу тебе взять? Он говорит, ты сомневаешься? Писать Дина Рубина начала с юных лет, и теперь она признанный мастер слова. Автор рассказов, повестей и романов. С помощью хитросплетения сюжетов, героев и эпох она увлекает читателя в свой литературный мир. Чтобы история выглядела достоверно, за уточнением деталей и подробностей автор обращается к профессионалам в разных отраслях, общается со знакомыми и незнакомыми людьми. Их, говорит писательница, можно назвать своеобразными медиумами для автора. Для того, чтобы этот мир получился живым, пульсирующим, пахнущим, для того, чтобы он отражал солнечный и лунный свет, тут нужны огромные работы, какие угодно, вплоть до дренажных работ. Колоссальная работа авторская. Так в новой книге писательницы «Рябиновый клин» описаны в Вязнике 60-х годов прошлого века. Дина Рубина там не бывала. Художественную реальность смогла создать благодаря нашему земляку Николаю Алексееву. Он узнал, что писательница ищет натуру русской провинции для новой книги. Написал и предложил рассказать о Вязниках. В итоге именно там выросли главные герои. И даже название родилось благодаря одному из вязниковских уголков природы – живописной аллее в лесопарке между станцией и городом. Рябиновый клин – редкостное явление. Рябиновая роща встречается крайне редко. Мы обменялись примерно полутора тысячами писем. Они все очень разные. Иногда абзац, иногда четыре, иногда четыре листа. Сейчас писательница продолжает работать над литературной трилогией. Она называется «Наполеонов обоз» и рассказывает удивительную историю любви и приключений. На создании исторической линии повествования писательницу вдохновила история «Золотого обоза», который в войну 1812 года пытались вывести из России французы. Но пределов страны он так и не покинул. Теперь его ищут охотники за сокровищами и любители старины. Вторая книга трилогии должна выйти весной следующего года.